А вот изобретению китайских специалистов вполне могут позавидовать и хакеры, и американская разведка. Инженеры из Поднебесной встраивают в бытовую технику специальные чипы, которые автоматически присоединяются к сетям и рассылают вирусы и спам. Партию таких шпионов, утюгов, чайников и телефонов случайно обнаружили в Санкт-Петербурге. Российским продавцам пришлось экстренно расторгать контракты на поставку товара. Тема продолжит Илья Федоров. Питерские продавцы электроники подсчитывают убытки. Им пришлось отказаться от поставки крупной партии бытовой и мобильной техники. А несколько пробных образцов попросту уничтожить. А всё потому, что благодаря находчивости инженеров из Поднебесной чайники и утюги научились незаметно шпионить со своими хозяевами. Вот он, всё. Вот, видите? Вот этот даже могу показать с микрофончиком, то есть он уже может звук снимать. Во всём виноват маленький чип, которым дополнительно укомплектовали технику. Достаточно включить приборы с таким гаджетом в розетку, и они смогут свободно подключаться по Wi-Fi сетям к любым незащищённым компьютерам в радиусе 200 метров. По словам директора компании «Портера», такого сюрприза от коллег из Китая он не ожидал. Это уже проверенное место, и очень странно, что вот такая история произошла. Вот это вот случилось совсем недавно. Поэтому что-то вот стало вдруг происходить. Вот мы стали разбираться, в чём дело. А обнаружить шпионский фальсификат предпринимателям помогли брокерской конторе. Ещё до отправки техники из Китая российских специалистов смутил вес упаковок, который на несколько граммов отличался от заявленного в документах. Партию остановили на границе, а эксперты занялись изучением электроники. Выяснилось, что встроенные чипы предназначались для рассылки так называемого спама и компьютерных вирусов. Вы даже не заметите, что он рассылает что-то. Мало того, ни один из администраторов не заметит атаки, потому что она произошла не снаружи предприятия, не через интернет, а просто изнутри. Около 30 утюгов, чайников, телефонов и видеорегистраторов из пробной партии всё-таки разошлись по сетевым магазинам Санкт-Петербурга. Сколько точно электроники со шпионским чипом, ответить пока трудно. Также неизвестно, могла ли просочиться многофункциональная электроника в другие регионы. Илья Фёдоров, Артём Лепёхин, Сергей Фадеев. Вести. Санкт-Петербург.